Добрый вечер! И темы нашей сегодняшней разговоры будет обмеркование документа под названием «Кирующие принципы ОБСЕ по обороню правооборонцев» И тому я напыльно одразу ж спытаю у Олега, что это за документ и, власно кажучи, историю, может быть, его распроцовки этого документа По великим рахунку это не документ, это сборник стандартов, которые взялись из разных документов ОБСЕ, с декларацией и погаднением разных ОАНовских, с решением Европейского суда и капитета по правах человека В этом смысле это не нечто новое, это по великим рахунку компиляция того, что напрацовано в этой сфере уже за последние годы И документ включая у себя вызначение, дает информацию, характеристику, что такое про оборонцы Документ включая у себя потребование правил, в каких условиях праборонцы должны работать Это условия безопасности, условия безопасности, условия безопасности и организации поддержки обороны И так само подход сприяння для правоборонцев и их деятельности, что грунтуется на разумении, на подкресливании того, что правоборонца деятельность Это деятельность в оборону грамадских интересов, в интересах грамадцев и тому вот такая особливая увага для правоборонцев То есть, в по-моему, можно проводить некие параллели с подыходом до журналистской деятельности Ну, я так разумею, что и он неких новых правов не створает особых для правоборонцев, а для некой особливой группы Но я бы здесь обратила внимание, коллеги, вот на что На то, что здесь в этом своде принципов наиболее, наверное, важно то, что ДИПЧ ОБСЕ обращает внимание на то, что правозащитники находятся под угрозой То есть, правозащитники находятся в определенной зоне риска и для них требуется дополнительная защита и дополнительное внимание И дополнительное внимание со стороны международных организаций, направленное на то, чтобы государства, как минимум, не прибегали к негативным практикам давления на правозащитников И как максимум создавали, ну, скажем так, неплохие условия, нормальные условия для осуществления правозащитных деятелей То есть, в конуалекциях, скажем, свои и позитивные, и негативные организации Да, ну, собственно, так этот документ и говорит Да, 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 но просто безумно я поражаю сейчас тем, что это додатковая вот такая оборона Али, калли мы глядзим по конкретных суднах, да, по конкретных пунктах, то там нема ничего того, что не тычилось об излучайных грамадян И калли мы говорим и про собийственную датакальность, и про умовы для працы организаций правооборонщих Это все тое, что так само мают право робить все иншие И те гаранты, которые располчуживаются и на иншие структуры, и на инших людей, и на особ Али, вот оно целиком собрано, да и такую... Ну, я все-таки вот здесь настаивала на том, что основной смысл документа все-таки в том, что практика региона ОБСЕ такова, что правозащитники нуждаются в дополнительной защите Ну, в смысле, как минимум в том, чтобы зафиксировать, что правозащитная деятельность связана с постоянным участием в конфликте между государством и гражданами В тех случаях, когда граждане самостоятельно, либо посредством традиционных методов, созданных государством для защиты прав, да, то есть не могут добиться сатисфакции И в этом смысле, будучи посредником в постоянной конфликтной ситуации, правозащитник находится в зоне повышенного риска В самосфере повышенного риска И в этом смысле нуждается в том, чтобы этот повышенный риск признавался государством, признавался обществом И, соответственно, общество и государство были бы более внимательны по отношению к правозащитнику и его правозащитной деятельности И, как минимум, вот этот подход должен быть своего рода такой подушкой безопасности по поводу того, чтобы правозащитники, будучи такими же гражданами и обладая как бы теми же правами и обязанностями, да, то есть просто не подвергались дополнительному риску за свою, собственно, профессиональную деятельность Ну, это так самое еще выникает с того, что правоборонцы потребны для того, как бы иншие правы могли реализовываться Так бы, вот, додатковая эта карысть, громадская карысть правоборонцев выникает как раз с того, что это умова для реализации инших правов Ну, и погрозность к этому же выникает, а вот и таки, как бы, концентрованный подход, специализованный подход до правоборончой деятельности В связи с этим возникает пытание, кто правоборонцы, кто они такие? Потому что, ну, есть декларация о правоборонцах ОАН, это той документ, який дает дефиницию Але, коли мы поглядем на кирующую принципы БСЕ, мы бачим там некоторое дружнение помешательных дефинициями В этом сайте, может быть, декларацию варто называть больше адекватно не декларация о правоборонцах, а о правоборончой деятельности С одной стороны, я полагаю так, что как раз декларация шла по пути описания деятельности для того, чтобы охарактеризовать правозащитника И вот здесь возвращаюсь к вопросу, о котором говорит Валентин Кто такие правозащитники? То есть это те, кто индивидуально либо совместно с другими осуществляют, реализуют и защищают права других Продвигают стандарты в сфере прав человека А дальше? А дальше что? Как мы можем еще описать? Кто это? Кто это, да? Это те, кто делают это, это, это на основании таких-то ценностей, такими-то методами Например, если кто-то будет бороться за права человека, прибегая к насильственным методам У нас будут большие затруднения с тем, чтобы эту деятельность назвать правозащитной Либо этого актора назвать правозащитником Больше не большие затруднения, это будет заниматься Нет, но я все-таки полагаю, что у нас будут большие затруднения, к которому так относиться Но если опять-таки пытаться определять, то есть вот через деятельность Правозащитники это те, которые разделяют, безусловно разделяют принцип универсальности прав человека Потому что если кто-то занимается отдельным сегментом, находящимся в поле прав человека Ну, к примеру, вопросами СМИ, да, но является активным сторонником, к примеру, смертной казни То для меня опять-таки большое затруднение считать вот эту деятельность Комплексно называть ее правозащитной И актора в данном случае называть правозащитником, да Вот, ну плюс к этому, опять-таки, почему через описание деятельности мы говорим кто, да Потому что вот, отвечая на вопрос, кто Ну, например, или все тогда без какой-либо дискриминации, да Или через определение того, что можно, что нельзя Основываясь на каких-то базовых ценностях и принципах Ну и плюс это робить все-таки размежевание помеж политичной деятельности, властных кажущих политиками И меньшими видами идеи громадской деятельности Потому что компонента правооборонщая, она же может присутничать в принципе И в религиозной деятельности И в политических факторах И это подыход не таким чином не забороняя, скажем, у семейшим займаться обороной права человека И наоборот, это только застается за охвачивание Але, але, есть розница, конечно, помеж вот обороной там у некой часцы Без гэтых, некой группы Но у нас, например, государственные органы Часть из себя именуют правозащитными органами Про правозащитную деятельность Они говорят, это мы, говорит, осуществляем правозащитную деятельность Но это же, позвольте, как минимум лукавство Либо глобальное непонимание того, что по сути своей представляет правозащитная деятельность В этом смысле руководящие принципы, на мой взгляд, это достаточно полезный и запоздавший документ Потому что, как минимум, сейчас мы сможем говорить Нет, 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 вот вы осуществляете правоохранительную деятельность Действуете в рамках государством обусловленных ваших функций и задач То есть, для вас определенно получаете за это заработную плату из государственного бюджета А мы, в общем-то, все-таки про другое Ну, некоторые чиновники бежат, что у нас все грамматские объединения правооборончивые тому, что Каждое грамматское объединение мое право оборонить своих семей Вот, и вот так само, понимаешь, что так само питание Ну, если ты думаешь, что да, форм извращения может быть много Особенно если ты не понимаешь, с чем ты имеешь дело Или хочешь понимать Вот, на жаль, люди не у всех хочуть разуметь, что мы это оборонить себе Это, как бы, ну, это не робить, не робить человека прооборонцем А оборонить инших, это за всему инше Ну, мне подается, что, отзякующую этой дефиницией Это такие, как бы, якосные подоходы сенсования Кто такие правооборонцы и правооборончивые деятельности, власно кажучи Ну, тут есть еще вопрос Как, вот, выкористовывая эти подоходы, не сделать правооборонцев Нейким самодостатковым Занадто самодостатковым, да? Самой, вот, такой, группой Смузыцсферой Которая от уси хоче одособиться Вот, все-таки важно, как бы это воспринималось Минавито не як сродок Раскол Раскол, как сродок некой, там, да, показать, что мы некие лепшие Мы некие вот Все-таки На мою думку важно это Разуметь, что это просто Реально не обходно для самовызначения Перш за все самих правооборонцев Бо, вот, в этой Каштовности Каштовноственный подыход Реально для многих Наших людей, которые Себе относят до правооборонцев Еще вельми непросты Ну, диалог корыстно в этом, на керампе я речу Ну, в мировице полагаю, что я бы вот здесь Может быть, излишнего, во-первых, не опасалась Во-вторых, не испытывала бы излишнего смущения, да Потому что, в общем-то, если посмотреть на гражданский сектор белорусский Который развивается Больше двадцати лет, да Тем не менее, те организации Которые позиционируют себя Устойчиво к организации правозащитные И людей То есть персоналей, да Которые поименовываются Не только сами собой Но еще и средствами массовой информации Еще и представителями общества Гражданами Государственными органами Международными организациями Поименовываются правозащитниками Не так много, да Я думаю, что, в общем-то, упорство Деятельность И определенная профессиональная подготовка И школа, да Это, ну, своего рода отличительные характеристики Для правозащитников И правозащитной деятельности Потому как, ну, да Это специфика Это специфика, которая Зыждется на разделении И знаний, то есть, да Достаточно большого количества Специфических документов, специфических подходов И так далее, и так далее Тем больше тут ничего нового нема Принцип универсальности был сформулирован Сегонной декларации правого человека Мне подается, что Лена сказала ведьме Вот важное слово «школа» Вот, миновитая школа Это тое, что Повинно быть И на чем повинна вот эта суппольность грунтоваться На последовательности На переемственности На некий На этот вот каштовностным подходе Вот школа это простое, что Не робить Это, как бы, Такий прыгожий по делу А не Ну, некий штучно конфронтационный Штучно конфронтационный Вот школа это, мне кажется, хорошая Себры, а вот у меня иншее питание Документ Ну, вельми якосный Вельми каштованный Демонструя такое Сборная лепших практик Где мы можем побачить Про тое, что регистрация организации Гэта права, не обвязок На прыклад особо, да? Недопущальность криминализации деяностей Недо странных организаций А вось, як вы бачите Вахчумности имплементации Гэта документа у нас на национальном взрывне Олег? Ну, мне подается, перш за все Гэта важный приклад Важная иллюстрация того, як повинна быть Бо сёдня многие люди у Беларуси И чиновники, и в громадском секторе Настольки привыкли до нашей речаисности Что это уже сдается неким таким Ну, не реже в око А тое, что Практики, яке приведены тут И они робят Ну, дают хороший приклад Того, что хотя бы Что такое хорошо, что такое плохо И оно повинно быть заразумело И это по-перше По-другое, конечно Ну, принять Таких Форм унесения Таких форм законодавства Это довольно кардинальная измена Беларусского законодавства В громадских организациях Потребуется Ну, это пытание Как бы не наших Не стольки наших денег Накольки политичной воли На которую мы непосредственно уплывать Не можем Але Пропагандовать Гэтае падыходы Пропагандовать гэтае каштовности У розных формах Яке у нас есть Мне здаец Гэта Необходно И В этом сайте Документ Самый Верми корыстный Ну, не знаю Я, во-первых, считаю, что На политическую волю Мы имеем Как бы не только Как это Право Пытаться влиять Но, в общем-то У тех, кто Эта политическая воля Обладает Прямая Обязанность Нас слушать И слышать Потому что мы говорим Об общественном интересе Это первое Второе То есть в современном К сожалению Неправовом Формате В неправовых То есть там Государствах И обществах Происходит следующее То есть Никто же Не сажает К примеру В тюрьму правозащитников Как это сейчас В Азербайджане происходит В текущий момент По причине Последующей То есть за правозащитную деятельность Да А дальше Начинается процесс Как бы разбирательства Со всем этим То есть Мы говорим Что это очевидное давление То есть и препятствование Правозащитной деятельности Что это Преследование За профессиональную Правозащитную деятельность И требуем от международного сообщества Соответствующей реакции В отношении Властей То есть там Где допускаются Подобные нарушения Да А власти в свою очередь Отвечают следующее Так нет Говорят они Да Это же за совершенно другое То есть Кого-то за Вот это Кого-то Вот еще за что-то То есть повторяется Та же ситуация Как с политзаключенными Ректорика Власти Следующая У нас нет политзаключенных Потому что у нас нет Такого раздела в уголовном кодексе У нас все Осуждены Да За совершение уголовных действий На некоторых Ответственность Дополнительная Как это Может Еще и сработать За совершение Как в моем случае Например То есть там Административных правонарушений Причем без доказательной базы Про то что они совершались Там мной Да И так далее И так далее И примеров таких достаточно Поэтому я думаю Что вот эти вот принципы Они нам еще Очень важны Почему Мы же привыкаем Жить в ненормальной ситуации Да Мы к какому-то моменту Занимаясь этим давно Мы уже Где-то признали Что все что мы получаем В ответ Недобрые слова И благодарность Там Желание сидеть за одним столом И двигаться вместе По улучшению ситуации Вместе с государством Да Мы получаем В лучшем случае То есть противодействие Нашей деятельности Да Раз Раз Так вот Почему считаю важно Во-первых Чтобы мы сами не забывали Как нормально Потому что Уже кажется Что если Не бьют больно То уже даже не нормально А уже даже хорошо Да То есть вот Во-первых Чтобы мы сами Время от времени Возвращались к тому Ну а как же оно Нормально Нормально Это как Система координат такая Да Во-вторых Чтобы мы вот к этому нормально Все-таки Возвращали вторую сторону Этого процесса То есть государство Государственные органы И в общем-то Опираясь Не только на собственное усмотрение Но еще и на документы Которые подготовлены Так или иначе То есть Бюро по демократическим институтам И правам человека ОБСЕ Куда наша страна О безопасности Да Сотрудничество Европы Организации Где Республика Беларусь В общем-то Старается Как-то удерживать лицо Даже вот последние Несколько лет Является активным Актором того Чтобы всерьез Реформировать ОБСЕ То есть тем самым Показывать Что в общем-то Беларусь Заинтересована В успехе и деятельности Этой организации Ну ок Значит как минимум Документы исходящие Из организации Должны что-то значить Для белорусской власти Ну и в третьих Это наше прекрасное Подспорье Для разговора с обществом С гражданами Потому что когда граждане Иногда Пытаются Видеть нас Например Социальную службу Ксерокопировальный участок Или еще что-нибудь В этом роде По всем Абсолютно Вопросам В том числе Если сосед Пролил На потолок То есть Я не знаю Там горячую воду У тебя образовались Там Пятна Так вот Для общения с обществом Что мы В общем-то Для других целей Эти цели нам понятны И наша задача Да Наверное и общество Об этом объяснить тоже Ну На этом напевно Мы завершим нашу размогу Про стандарты Нормальности И якости И до нас Наступных встреч До встречи